Всем здравствуйте! Сегодня расскажу о недорогих, но очень действенных средствах обработки растений, которые есть у всех дома, а также о бухающих растениях, йодном молоке и грозит ли растениям обморок. Да, обморок растениям не грозит, но аммиачный спирт они очень уважают. Настоящий эликсир бодрит и приводит в чувство и садовые, и домашние растения. Он дезинфицирует и оздоравливает почву, а также является отличным средством для уничтожения мошек, луковой мухи, долгоносика, тли и медведки. В таблице привела расход 10% аммиачного спирта. Можно, кстати, пользоваться и нашатырным спиртом, только пропорции будут другие. Еще одна сладкая парочка спиртовых растворов для обработки растений – это йод и зеленка. Отличные антисептики. Одна чайная ложка зеленки или йода на ведро воды – готовый состав для профилактики и лечения фитофторы, мочнистой росы в парнике и на смородине и ложной мочнистой росы огурцов. Кроме опрыскивания по листу, можно поливать и почву. Помогут от фитофторы и других грибковых инфекций просто пузырьки йода, подвешенные между растениями в парнике. Но тут стоит иметь в виду, что йод испаряется и находиться в такой теплице долго не стоит. Можно за пару дней до проведения работ накрыть крышкой пузырек, потом снова откроете. На грядках под пленкой или лутрасилом все гораздо проще. Там я расставила на земле йодные бутылочки. Дождь не попадает, а если нужно работать, откиньте заранее пленку. Йод быстро выветривается. И йод и зеленка – отличные заменители садового вара, например, при обрезке росы. И прекрасные антисептики для замазывания срезов при делении, а также вырезания гниловастых участков на луковичных и клубневых. Но, возможно, не все знают, что йод – это еще и микроэлемент необходимой растениями. Йодную подкормку очень любят помидоры. Листва почти сразу становятся красивой изумрудно-зеленой. Внекорневая подкормка таким вот вкусненьким йодно-молочным составом повышает завязываемость плодов и защищает от фитофторы. Первое опрыскивание проводят в начале завязывания помидорок, а всего за лето – 2-3 раза, то есть примерно 1 раз в месяц. Очень любят йодное молоко и огурцы. Ну и, как оказывается, не только люди, но и многие растения не прочь пропустить по рюмашке в трудных жизненных ситуациях. Говорят, монстера очень уважает живое пиво. Отстоянным часов 6 с открытой крышкой напитком поливают это растение один раз в месяц. Кто-то самим пивом, а кто-то разбавляет один к одному водой. А обычный плющ со стены одного из зданий Оксфордского университета прокинул ветку через цокольное окно в подвал и высосал до дна целую бочку вина. И плохо ему точно не стало, праздник у него, похоже, был каждый день. А вот состав, полив которым один раз в месяц очень оценят аспарагус, некоторые разновидности кактусов и пальм. Интересно, как бы им понравились виски, коньяк или текила. Сбрасывающие листья фикус бенджамина поливают одним стаканом воды с одной столовой ложкой водки один раз в 10 дней. Обычно хватает двух поливов для отрастания листвы. Одна столовая ложка водки, добавленная в вазу с водой, обеспечит срезанному букету долгую и счастливую жизнь. В борьбе с белокрылкой я использовала 50 мл водки на 1 литр воды. А вообще от вредителей рекомендуют опрыскивание раствором водки в мыльной воде в пропорции 1 к 1. Только через 30 минут смесь необходимо смыть, чтобы не было ожогов. Весенний полив садовых роз водкой – способ пробудить кусты от зимней спячки и добиться раннего цветения. В 12-литровое ведро воды добавляют 1 200-граммовый стакан водки и поливают растения. Ну и бухнуть по листу розы тоже не прочь. 30-40 мл на 1 литр – и листва будут сочные, темно-зеленые и здоровенькие. В общем, если решили выпить, растения всегда составят вам компанию. Им-то алкоголизм не грозит. А вот нам с вами стоит помнить, что алкоголь лишь в малых дозах безвреден в любых количествах. Хорошего вам настроения, здоровья растениям и до свидания, друзья!